Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы находите время посмотреть наши передачи. Для нас всегда большое благословение служить вам. Я верю, что само служение Российской Церкви – это возможность достичь людей Божьим Словом, где бы они ни находились. Не важно, где вы находитесь сегодня, важно то, что Бог не останавливает свою работу. Мы сегодня живем с вами в уникальное время, когда Божье Слово может прийти в жизнь и в дом каждого человека. Я хочу пригласить вас, поделитесь со своими друзьями, знакомыми о наших передачах. Пусть больше будет зрителей, пусть больше будет людей, которые будут слышать Божье Слово. Таким образом, мы вместе будем прославлять Бога. Мы молимся и мы дорожим вами. Спасибо вам. Благослови вас, Господь. Послушайте, мы вкусили, насколько благ Господь через завет с Ним. Мы оказали влияние на наших детей, насколько благ Бог. Мы оказали влияние на наших внуков. Мы показали им пример в нашем следовании за Христом. Или мы те, которые в следовании, нарушая порядок, будем умирать, не дойдя к той цели, которую Бог определил для нас. Это святыня, благословение или проклятие для меня. Его святое влияние, это то, что влечет меня. Ты ведешь бизнес? Ты задал себе когда-нибудь вопрос, а в чем польза от дел рук моих? Ты действительно хочешь изменить мир? Ты хочешь улучшить этот мир? Ты хочешь оказать влияние на этот мир? Или ты просто хочешь иметь много? Если твой бизнес, если дела рук твоих не имеют цели, чтобы прославить Бога, донести Евангелие, это неэффективный бизнес, это неэффективная жизнь. Если влияние Бога оказывают только для того, чтобы тебе обогащаться и не иметь печали, но не иметь дальнейшей цели в поклонении Богу, твоя жизнь неэффективна. И потом от этого начинает происходить нарушение порядка служению Богу, потому что Бог хочет, чтобы ты участвовал. Бог хочет, чтобы ты на руках своих вносил в благость и милость Господню, а ты поручаешь это по воске. Ты думаешь, что пусть кто-то это сделает? А Богу нужен ты, потому что Он Бог, который благословил тебя. Он Бог, который поднял тебя. Он Бог, который использует тебя. Он Бог, который хочет иметь личное дело с тобой. Он Бог, который в завете с тобой. Многие из нас, мы стали неэффективны в нашей жизни по причине нарушения порядка следования за Господом. Что-то нарушилось в нашей жизни. Мы позволили, знаете, некой посредственности, чтобы она пришла в нашу жизнь. Да пусть так будет, да пусть кто-то будет. Да, разве есть место для служения? Посмотри, все кроме работы, все кроме участвуют. Да, просто посижу, понаслаждаю жизнь. А для чего твоя жизнь? Ну, я просто вот успешный. Вот у меня все хорошо в семье, вот у меня все хорошо на работе, вот у меня все хорошо на предприятии, вот у меня все хорошо в здоровье. Ну, там есть некоторые сложности надо поправить. Он говорит, послушай, я призвал тебя, я призвал тебя служить и поклоняться мне. Ты родился для того, чтобы ты поклонялся мне. Ты хочешь, чтобы твоя жизнь была эффективна? Да, Господь, я хочу, чтобы моя жизнь была эффективна. Тогда служи мне. Тогда исполни порядок, который я имею для тебя, потому что, когда ты делаешь делорукство, и когда ты делаешь какой-то бизнес, ты отслеживаешь, чтобы был порядок. О, да, Господь, у нас строгая дисциплина, мы серьезно относимся ко всему, что ты нам дал, что нам доверил, все. Если ты серьезно относишься к тому, что не имеет такого продолжения, как служение мне, потому что это то, что останется у тебя, даже когда ты оставишь эту землю. Ты действительно приготовляешь себя для служения? Ты действительно освящаешься через это священство? Ты действительно через этот завет входишь в близкие отношения со мной? Ты действительно через этот завет получаешь откровение свыше? О, Господь, я болею, я страдаю. Мне порой даже не хочется идти в церковь. Ты нарушил порядок. Ты нарушил порядок. Я Бог, который хочу благословить тебя, но я не тот Бог, который буду идти на поводу у тебя, чтобы просто я служил тебе. Я ожидаю, что ты будешь служить мне. Господи, это касается меня? Нет, это касается твоей семьи. Это касается твоих детей. Это касается твоих внуков. Господи, а что важно, что первично? Я Бог. Господу Богу одному служи и Ему поклоняйся. Я Бог в твоей жизни. Я Бог, который могу дать тебе здоровье. Я Бог, который могу лишить тебя от твоего здоровья. Я Бог, который благословляю тебя в делах рук твоих. Я Бог, который могу бурей послать твою жизнь. Господи, но я хочу исполнить твою волю. Посмотри на жителя Гефы. Посмотри на этого человека, который мало что знал обо мне. Когда он познал меня, он последовал за мной. И я благословил его. И когда я благословил его, он еще больше последовал за мной. И он еще больше служил мне. И я благословил детей его. И я благословил его внуков. И Библия о нем напишет. Что это были люди прилежные. Это были люди уважаемые. Это были люди известные в роде своем. Это были люди, которые стали примером для других людей. И они были служителями в Доме Господнем. Оказывается, цель моей жизни не просто насладиться днями. Не просто насладиться этой жизнью. От цель моей жизни служить Ему на земле и служить Ему в вечности. Для этого я родился. Скольким из нас нужно откровение? Когда мы в конце года собирались, когда мы подводили итог, сколько людей у нас в служении, мы обнаружили 840 человек у нас служат. И я благодарен каждому, где 100 служат. Но сколько еще есть тех, кому есть место в Доме Господнем, чтобы и Ты служил. Чтобы и Ты служил. Чтобы не просто наблюдать за ковчегом завета, который проходит, может быть, в твоей жизни, напоминание твоих заветных отношений, которые просто или осуждают, или благословляют тебя. Я уверен, ты, наверное, готовишься к этому служению. Ты, наверное, склоняешь свои колени. И ты, наверное, говоришь, Бог, я нуждаюсь в том, чтобы ты осветил меня. Потому что я и мыслю, и говорю, и делаю порой то, что не должен делать. Господи, прикоснись ко мне. Измени меня. И, наверное, прикасаясь к вере, ты ожидаешь, что милость, благость, богатство Господне, они придут в твою жизнь, они обогатят твою жизнь, они обогатят твой дух, твою душу, твое тело. Но Бог хочет отношений. Бог хочет, чтобы он был Богом каждый день в нашей жизни. Он ожидает от нас этого. Мы, как те жители Геффы, слушайте, мы не иудеи, мы не родились в стране, которая, знаете, из поколения в поколение там передавала благосленность Господню. Мы кто-то атеист, кто-то коммунист, кто-то вообще о Боге ничего не знал. И вот, представляете, Евангелие однажды пришло. Спасение Божие пришло. Ты его даже не ждал. Ты, может, даже об этом не думал. Может быть, кто-то, проходя мимо, знаете, малозначительно сказал, послушай, на тебе, вот здесь вот есть все благословения для тебя, вот здесь вот то, что изменит твою жизнь. Бог любит тебя. И ты такой смотришь и взял такой и думаешь, ну, слушайте, что за Евангелие, что за вера, что за Бог, я вообще мне никто об этом не говорил, я мало что знал, я вообще не интересовался этим. Но ты не глупый человек, ты хочешь, ты внутри тебя, Бог всегда говорил, потому что ты рожден Богом, ты сотворен им. Дух твой, он всегда ищет общение с ними. И вот что-то соприкоснулось с твоим духом. Дух, Божий, пришел к тебе. Ты понял, что Бог есть. Он открылся тебе. Оза, который жил в доме отца своего и ковчег у них там был, он, наверное, родился в этом доме. Мы не знаем, сколько ему лет был. Написано, что сначала был один брат, потом друг. Там они менялись, но Оза почему-то вот был при ковчеге. Он, может быть, до конца даже не понимал важность этого ковчега. Ну, был там, ну, поставили, ну. Может быть, родился в верующей семье, грубо говоря. И он как-то, знаете, вот, он не до конца понял важность этого. Так как дети верующих родителей, которые, знаете, родились в верующих семьях, но они не до конца поняли благость и милость Господню. Они как бы пренебрегли этим порядком. Они поверхностно относились к этому. И вот это поверхностное отношение, оно осудило его. Бог прогневался на него. Разве я хочу, чтобы Бог прогневался на меня? Разве я не благости и милости Господней хочу? Разве я не хочу служить Ему? Каждый из нас это хочет. Кому-то из нас нужно посмотреть на это место и понять, насколько Бог ожидает от нас. Смотрите, апостол Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал Господь в ту ночь, в которую при этом был взял хлеб, возблагодарил, переломил и сказал, примите, идите, сея из тела мое за вас ломимое, все творите мое вспоминание. Так же и чашу после вечерей сказал, все от чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виной он будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. А то многие из вас немощны, больны, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами сидя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Порядок. Бог говорит, когда ты освящаешься, когда ты приближаешься ко мне, тогда я открываю благость и милость для тебя. Если ты относишься к этому равнодушно, если для тебя это не имеет никакого значения, если для тебя просто что-то такое обыденное, ты к этому уже привык. Смотри, потому что это опасное состояние, ты можешь погибнуть. Оза, он просто привык к тому, что Ковчег был у него. Они, знаете, решили модернизировать систему, а Бог говорит, послушай, мне не нужны твои современные какие-то методы, мне не нужны твои либеральные взгляды. Знаете, когда мы читаем про Иосифа и читаем про его сыновей, Монасию и... Кто еще напомнит мне, как Монасия и второй Ефрем? И Ефрем. У одного из его сыновей, Библия говорит, что у него было свое понятие. Мы читаем много, как Бог бласовил, как Иаков взвал руки на них, как было много. Но в конечном итоге один из сыновей его потеряет все там и придет разрушение его жизни. Почему? Потому что он жил по своему понятию. Некоторые из нас мы привнесли в служение Богу свое понимание, свой взгляд. Мы решили служить Богу в своем понятии этой жизни. И наше понимание, оно отличается от того порядка, который Бог установил. А Писание говорит, Бог есть Бог порядка. Не понятие каждого свое. Если мы возьмем десять семей и мы посмотрим на их воспитание детей, то мы обнаружим, что одни воспитывают по Слову Божьему, а другие воспитывают по своему понятию. И вы будете весьма удивлены в разнице. Вы будете весьма удивлены в разнице, когда родители воспитывают по Слову Божьему своих детей и когда родители воспитывают по своему понятию. Как правило, по своему понятию, это не воспитанные дети. Это не обузданные дети. Чаще это дети, которые руководят родителями. Которые говорят, я хочу это, и родители делают это. И если не по-ихнему, то они устраивают родителям такой цирк, такой скандал, что родителям так стыдно и неудобно, что им легче сделать то, что их ребенок хочет, лишь бы только позора не было. Потому что для некоторых проблема стала взять своего ребенка и привезти в дом Господен. Почему? Потому что неудобно. Неудобно служить Господу. Но мы останемся дома. Почему? Ну у нас такой ребенок непослушный. Так ты воспитывай его. Для чего ты его родил? Для чего тебе Бог дал его? Ты почитай внимательно, как Писание регламентирует отношения к детям. Как ты должен их воспитывать. Ну, ты знаешь, я считаю, что он должен быть свободной личностью. Он должен, вот, я не должен подавлять в нем вот эту, знаете, его, его я. Потому что вот и ребенка я становится намного больше, чем ты вообще в его жизни. Потом ты приходишь к нам и говоришь, послушайте, у меня проблема с ребенком. Какие проблемы? Он не слушает меня. Он обижает меня. Он плохо относится ко мне. Он не работает. Он не то, не сё. Что он делает? И он живет за счет меня. А как ты воспитал его? Как ты воспитал его? Я за всю свою жизнь, я не говорю, что вам так нужно делать. Но я за всю свою жизнь никогда не позволил тыкнуть своим родителям. Знаете почему? Почему из поколения в поколение почитание в доме. Почитание в доме. И в моем доме мой сын никогда не мог позволить себе что-то по отношению к матери. Это было табу. Это было священно. Не дай Бог, ты будешь бузить матери. Это будет жесткий разговор с тобой. Почитание. А в других домах нету этого почитания. Знаете почему? Потому что нету почитания Бога. Дети не видят, что мы чтим Бога. Как они будут почитать нас. Мы нарушаем порядок. Мы что-то делаем не так. А потом мы прикасаемся к святыне, которая судит нас. Некоторые из нас, мы отказываемся от святыни. О, я лучше воздержусь. Да, наверное, ты правильно это делаешь. Но некоторые уже, знаете, слишком долго это не делают. Ты что, живешь в конфликте с Богом? Ты не можешь это поправить? Ты не можешь смирить себя пред Господом, чтобы божественный порядок пришел в твою жизнь? Что с тобой не так? Ты как тот Давид, который отправил ковчег, хочу. Да, слушайте, я лучше не буду. Я лучше в хлебопроломлении участвовать не буду. А то Бог убьет меня, я еще пожить хочу. Послушай, но те, кто участвует, те, кто имеет откровение о Боге, они переживают благость, ты лишаешь себя великого благословения. Послушай, восстанови порядок. Возьми Писание, посмотри, что делаешь не так, исправи это. Писание говорит, что когда мы судим сами себя, тогда мы не будем судимы с этим миром. А что для этого нужно? Смиренное сердце. Открыть себя для Бога. Бог, прости меня. Прости меня. Я малодушевствую в доме своем. Я малодушевствую в жизни своей. Я малодушевствую в делах рук своих. Я потерял цель, Господь. Я стал неэффективен в бизнесе. Я, Господь, стал неэффективен в доме своем. Я что-то не так делаю. Бог. Я хочу быть эффективным везде. Я хочу, чтобы мое предприятие изменяло этот мир. Оказывало влияние. Господь, я хочу большего. Я хочу, чтобы мои прибыли выросли. Для чего? Чтобы просто забить деньгами комнату? Нет. А для чего? Для того, чтобы Господь оказывал влияние. Чтобы помочь таким же несчастным, как я был. Когда я был голоден и мечтал о куске хлеба. Господь, я хочу накормить голодного. Когда я спал в подъезде, я хочу, Господь, взять этого бомжа и ввести в дом твой. Потому что, когда меня ввели бомжа в дом твой, моя жизнь изменилась. Когда я умирал от зависимости. Бог освободил меня. Господь, я хочу послужить этим людям. У тебя правильные цели. У тебя правильные цели. Восстанавливай свои отношения с Богом. Восстанавливай свои отношения с Богом. Ты окажешь влияние. А твоих детях скажут, и жил он, и дети его жили, и внуки его жили, служа Господу. Окажи влияние. Не отпускает она сам отек. Не нарушай порядок, который есть в Божьем доме, в Божьем слове, в Божьих отношениях. Знаете, когда мы строим что-то, мы делаем отвес, мы весим, чтобы стены ровные были. Господь говорит, послушай, у меня отвес. Каждый месяц ты подравнивай, ты выравнивай. Ты можешь уклоняться. Могут быть разные обстоятельства жизни. Ты старайся. Ты неси это. Ты цени этим. Ты дорожи этим. Потому что чаша, которую ты будешь кушать, есть чаша благословения. Хлеб, который ты будешь кушать, это то, что будет изменять тебя, помогать тебе, благословлять тебя. Это то, что будет приносить Божий мир внутри тебя. Это то, что будет приносить радость. Это то, что будет обогащать тебя. Откровения будут приходить. Господи, это все будет оказывать влияние. Да. Бог, я хочу этого. Я хочу этого. Давайте мы встанем. Если твое служение Богу не решает проблемы, твое служение неэффективно. Если твой бизнес не решает проблемы этого общества, он неэффективен. В то время, когда твои дети плачут, когда твои родные страдают, ты обратил свой фокус жизни только на себя, и Богу уже нету места там. А Бог говорит, я все еще Бог твоей жизни. Я все еще тот, который умирал за тебя на Голгофе. Я все еще тот, который возлюбил тебя до смерти крестной. Я все еще тот Бог в твоей жизни, или я уже стал чем-то обыденным, маловажным. И в фокусе твоей жизни меня уже нету. Можем ли мы увидеть влияние нашей жизни на жизнь наших детей, внуков и правнуков, пока Господь не придет в благости и милости? Мне нравится Авидар. Дети и дети детей, они служили при доме Господнем. И высшая характеристика – прилежные. Что такое прилежность? Это послушание. Они послушные. Они начальствующие в роде своем. То есть это те авторитетные, на кого родственники говорят, вот он у нас авторитетный, надо его послушать. Наша бабушка, она как скажет, сколько из нас мы вспоминаем наших благочестивых бабушек. Вот бабушка была такая, бабушка Богу молилась. Вы знаете, это передалось на вас. Может быть, твои родители Бога не знали, коммунистами были, вообще там непонятно, как прожили. А ты бабушку смеешь, которая Богу молилась. Почему? Она авторитет твоей жизни. Ты смотришь на нее, вот моя бабушка, она научила меня молитве о чинах. Моя бабушка, она меня в церковь водила. Моя бабушка вот Богу молилась. Моя бабушка вот на колени склонялась. Ты тоже тот человек, на которого твоя родня говорит, вот знаете, вот мы вот так живем, а вот он другой. Вот он другой. Вот мы тут и пьем, и деремся, а он, знаете, вот и не дерется, и не пьет. И вот в уважении. И дети у него такие в послушании. И к жене с почтительностью. И к нам. Что о нас люди скажут? Люди Божьего влияния? Или мы по пути исследования умерли? Что-то сделали не так. Духовно умерли. Я хочу вам рассказать о жизни этой молодой женщины, которая на фотографии. В ее жизнь очень рано пришли наркотики. В 14 лет она попробовала их в школе. В кругу друзей. С этого все началось. К 15 она уже плотно сидела на игле. Она уже воровала. Она обманывала всех, родителей, друзей. В 18 лет ее посадили. После того, как она освободилась, она начала заниматься тем же самым. Употреблять наркотики. Жизнь становилась все хуже. Было меньше друзей. Она не доверяла никому и обманывала сама всех. Семья перестала с ней общаться. У нее забрали сына и запретили с ним видеться. Муж ее бросил. Когда умерли ее родители, все стало намного хуже. Она совсем опустила руки. Потому как она поняла, что в этом мире она совершенно одна и она никому не нужна. Она молила небеса, чтобы изменилось все вокруг. Ее жизнь была полностью разбита. К 30 годам у нее не было ничего. Ни собственного жилья, ни семьи, никого. Она была совершенно одна. Как-то она встретила своих одноклассников, которые каждый когда-то был в своей проблеме зависимости. Каждый из них прошел реабилитацию. И они предложили ей помощь. Предложили поехать ей в Центр социальной адаптации. Она согласилась. Было непросто восстанавливаться. Было тяжело. Но желание жить было велико. Это женщина я. Сегодня я уже 4 года не употребляю наркотики. Сегодня у меня совершенно другая жизнь. У меня полностью восстановлены отношения с семьей. С братом и сестрой. Сегодня мы видимся, мы созваниваемся. Сегодня мы ездим друг к другу в гости. Сегодня я вижу с сыном. Я вижу, как он растет. Я очень радуюсь его достижениям. Сегодня у меня много друзей, и я учусь выстраивать отношения. Сегодня я много путешествую. Если кто-то скажет, что жизнь с Богом скучна, я хочу сказать вам нет. Жизнь с Богом очень весела. Вот так Бог услышал мою молитву и протянул мне руку помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова